В Чубаксарском районе прошел традиционный фито-фестиваль. Из поколения в поколение жители здешних сел и деревень передают рецепты целебных сборов. Аромат душицы, мелисы, полыни, дом культуры села Кугеси на время стал народной здравницей. Поклонники фитолечения с интересом обсуждали новые рецепты травяных сборов, обменивались собственным опытом в их приготовлении. К примеру, немногие знают, что листья полезнее заваренных цветков, которые еще и заготовить надо уметь. Самый лучший месяц – июль. В это время надо собирать многие лекарственные растения – василек, ромашку, ноготки, крапиву и другие. Чай из мяты, он всегда успокаивает, дает нам спокойствие, уверенность в завтра, что ли нет. В негласном конкурсе чудодейственных трав участвуют 17 сельских поселений Чубаксарского района. Любой недуг можно вылечить без единой таблетки, уверенные целители из села Атлашево. Например, настой из корней осеннего дуванчика полезно пить при болезнях печени. Чувашской женщине это считается. От всех хворей, от всех болезней он помогает. Здесь получилось в Чувашии, в нашей Чебаксарском районе собрали мед в деревне, в едкие травы. Около 90 видов. Все виды очень полезные. Наши предки знали секреты природы и умело использовали целительные свойства растений. Благодаря поклонникам фитотерапии живет и в наши дни. Но все же не надо забывать, что лечиться травами стоит после консультации со специалистами, чтобы ненароком не навредить своему здоровью.